МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Международный фестиваль святла. Зима поступово сдае свои позиции. На этом тыдне у регион пройдет отлига. И больше подробно об этом и не только. До 20 лютого працаздольные грамадяне, которые в 2015 году не работали, должны выплатить сбор у 20 базовых величин. Коля 200 человек в связи с тяжкой житевой ситуацией от выплаты сбора у регионе вызволены. Такие дадены на 1 лютого поведомили у областной податковой инспекции. Однако реальная колькасть тех, кто отримал установчий отказ на свой зворот, будет большей. Рабочая группа, по разгляде заяв грамадян, створенные во всех районах в области, зараз активно працуют. До того же, еще не все грошения комиссии официально затверджены органами мясовой улады. Среди больше распространенных причин, по яких грамадянин полностью або частково вызволяется от выплаты сбору, серьезные захворвания в учеба, служба во Збройных силах, протяглые пошуки працы. Это должно быть подтверждено соответственными документами. На этом тыдне у Гомельской стартап-школе пройдет другое посадение. По его выниках будет сформирована группа для интенсивных занятков. В учить начинающих бизнесменов будут как выкладчики в НУ, так и в опытные предпринимательники. Перспективами малого бизнеса на Гомельщине поцикавился Олег Синцеров. Мы это не кераванно арестовать предпринимательников у Гомеля почали, а маль 10 годов тому, калли на базе Белорусского Горлевоэкономичного университета по першню прошел международный чемпионат молодь и предпринимательства. За минулый час его денег стали каля 3 тысяч человек. Причим, шматктуз их потом открыл уласный бизнес. Павел Беловус, зыклику, сегодня он працует у сферы интернет-маркетингу, допомагая иншим реализовывать товары и послуги с выкористанием сучасных информационных технологий. Каб утриматься на этом рынке, приходится наведывать специальные курсы у Москве. Стартап-школа у Гомеля ясчедна реальна макчымась повысить профессионный узровень. Если хочешь чего-то взять, надо быть активным, вникать, и тогда можно чему-то научиться. А есть просто тип людей, которые приходят и ждут, что им что-то дадут. Нет, нужно самому брать и тоже что-то давать. Обмен должен быть всегда. И с этого, конечно, можно получить результат. Распроцовать властную бизнес-идею, сформировать команду однодумцев, установить корыстные контакты, занятки со слухачами, стартап-школы, проводить предпринимательники со стажем, якие рассказывают не теоретичные истины, а учить на прикладе властных помылок и поспехов. У кого-то есть деньги на старт, у кого-то нет денег на старт. У кого-то есть желание, но нет идеи, кто-то ищет идеи. У кого-то есть идеи, есть деньги, но не знают пути реализации. В принципе, лекция про, ну, вкратце, естественно, про то, как вообще весь этот путь пройти от идеи до реализации. Стартап-школа – некоммерциальный проект. На первом посяжении со 110 человек приехал на четверть уже в мае властный бизнес, а стать не только марс, стать предпринимательниками. Студентка белорусского Ганглева экономичного университета с поживецкой кооперации Юлия Марусова «Я еще только на другом курсе, а я свою будущую не планирую уже зараз». Сучасные студенты у Вогулі довольно значительно одразниваются от тех, кто учился у ВНО я еще 10 годов тому. Я не ведусь, до чего мкнуться. Я как бы пошла туда для того, чтобы развиваться, чтобы узнавать какие-то новые идеи для себя, для того, чтобы выслушать предпринимателей, которые имеют какой-то опыт уже в развитии своем. Для меня было очень интересно и познавательно. На этом титине в Гомельской стартап-школе для сучасных и будущих предприниманников пройдет другое посяджение. Постяча госжадающих сформируют группу для больше грунтованного вовучения темы. У початку сакавика у Гомельской стартап-школе начнется перший интенсивный курс занятков. Его слухачами станут скаля 20 человек на протягу 9 с половой тынью и они доведуются об усих особливостях предприниманинской деятельности. Один сентяру Валерий Капанько телерадио компания «Гомель». До інших тем. По факте гибели неполнолетних Гауречицким районе узбуджена криминальная справа. Хлопец загинул катаючися на причепленной до машины камеры. Трагедия отбылася на передадні на дорозе помеж везкой Азерщиной и вездом на Светлогорскую трасу. Жихар Речицы 1997 года народження за рулем «Форд Фокусу» по просьбе двоих неполнолетних катав их на камеры от кола грузового ауто. Камера была привязанная до машины буксировочным тросом. По передней информации на закругленні дороги камеру занесла у кювет, дзе хлопца ударила об древа. У вынеку один з їх 1999 года народження от отриманных травмов помер на месце. Другий 2000 года народження у тяжким стане был доставленный у реанимацию. На настоящее время в рамках уголовного тела будет проведено разбирательство и дана правовая оценка действия водителя. Подобное ДТП уже второе за эту зиму на территории Гомельской области происходит. И тоже со смертельным исходом. В Чичерском районе в декабре месяце также катал один из водителей своего друга на гизнастическом мате. И тоже он выскочил за пределы дороги и ударился о забор. У Нравлянскім районе огонь забрав житці трох чалавек. У везцы Канатоп отбився пожар у дравляным доме. У задымленным будинку вратавальники знайшли без прикмет життя господару дома уладанне и их гостя. Причина пожара высветляется. Одна з разглядаемых версий неосторожная выходження за гнём при куренні. Для высветления усіх обставіна на місце здарення працює слідча оперативная група. У сувізі з ростом колькості пожара у регіоні супрацівнікі обласного управління МНС просять грамадзян быть астярожными при використанні пячного отцяплення електроприборів, не курыцю ложку і не дозволяць децям гульні загнём. Талі радеокампанія Гомель протягвае цикл спіціяльных віде матеріялів присвічаных стагодзю з дня засновання беларускай міліцій. У центру уваги подвиги гомельських міліціонерів, гісторія становлення ведамства, досягнений супрацівніків і гучні крамінальні справы. Мало хто веде, але у літературного геройа Остапа Бендера існовав реальні правобраз махляр з Узбекистана Тургун Хасаев. Про його афері у середзіні 20-х годів минулого стагодзі трубіла вся советська преса, але записаць на свій рахунок затримання махляра здоліла толькі гомельська міліція. Восьмага красавіка 1925-га года ў кабінет да намесніка старшыні гомельськага губернськага выконкама завітаў добраапрануты громадянин, які працтавіўся намесніком старшыні Центральна выборчай комісія Узбекистана і одночасова старшынёй ЦВК СССР Файзулой Хаджаевым. Гості оказалі шыры прыём, бо ён прад'явіў дакумент, які пацтвердзіў стан яго асобы. Он расказал історіў о том, што ёхал із Крыма в Москву, а на курорте ёнго пахіцяли портфель, гдзі находіліся дзеньгі і дакументы. І прад'явіл справку о свае личності, каторая была падписана главой ЦИКа Крымской Республіки Велі Ибрагімовы. Сумненнен, на конт особы высокопоставленного чыновніка закраліся толькі ў начальніка гомельськага губернськага адміністраційнага адзіла милиці Матвея Хавкіна. Однак, неглядячы на гэта, гостю аказалі ўсе знакі павагі. Выдатковали на расходы 60 рублёв, прадоставіли нумару гостініцы і запрасіли на фуршет. Были ізображены портреты всіх руководітелей Союзних Республік. І осуществіло слічення портретів. Лицо гостя, хатя і було восточного типу, однак, він не являлся настоячим главой Ціка Республіки Узбекистан. Почас затримання Махляр называв діяні супрацовніка помылкой і пропонував навад потелефонувач самому Сталіну. Однак, для такої досканалі провірки потребу не було. З Москвы на той моменту вже прийшла телеграма, що Файзулла Хаджаю не наведував Гомель і не відпочивав на березі Крыма. Оказалося, що за чиновника высокого рангу выдававав себе осуджен за подлог рецидивист Тургун Хасанов. До візиту у Гомель йон ажитявив близкуче Махлярське турне. На рахунку узбекського комбінатора были некалькі десятков подманутых керівників буйних городів Новороссийська, Ялты, Сімферополя, Полтавы, Харкова, Мінска і гэтак далі. В це ж время сатрудниками милиці була обезврежена жестокая банда, крупная банда, це Луговського креса. І на фоні такої обстановки проішестві с аферістом Хасановым оно, якби, виспринімалась тільки, як епізод достойний фільетона. Розонансная справа становча поплывала на кар'єру начальника губернської милиції Хаукіна. А вось фільетон про аферіста Хасанова, який був надрукован у газіці «Прауда» под назвай «Знатный подорожник», натхніл письменників Ільфа і Пятрова на створення романа, у якім правообразам Остапа Бендера стал махляр за отриманными на віта у Гомілі. І не виключно, що калі б не місцові правооховніки, твор, які так дуже палюбіли советські і сучасні чітачі, ніколі б не з'явіўся у літературы і кіно. Александр Гамолі, Дмитрий Радзянка, телерадиокампанія «Хоміл». У Гомілі прайшоў другий міжнародний фістываль «Святла». Його удзельніками стали салісты і творча коліктывы з країн близкага і далёкага замежжа. За яскравым шоў назіралі наші коррэспандэнты. Уразять і крыху шакіраваць. Організаторы шоў «Святла» сваіх мэт ніколі не ўтойвалі. Тымболь, што сё літа фістываль ў Гомілі прайшоў ў другі раз. Пэлн вопыт ўжо ёсць. Напереда Днігала-концерту прайвілі адборошны тур. Некаму парекамендавалі падрэхтавацца больш професійна і прайхаць ў наступным годзе. Але такіга казалася зусім няшмат. Фістываль «Святла» мерапраімства, якоў і немае аналогаў ў Беларусі. Прайшам, гэта не просто нумары з выкарыстанням спеціальнга реквізіту і костюму. Пасуднасті, гэта експерыменты со святлом на межы естраднага і цыркавога мастацтва. Паўіліся нові такі технологічкі вазможності, піксельныі ленты, святодіодныі ленты, то есть различного рода контролеры, каторые пазваляю зарубежжя, то есть какие тенденцы наиболі актуальны. Тайны чаровніства і магія святла, светловая ілюзія, темра, якае заполнена чаровным святлом. Дея на сцене саправды казалася нічым нереальным і захапляючым. Светловое шоу народілася от шоу «Огню», але як признаються сами артысты, выступать со святлодіодным реквізитам Больскладана. Световой реквізит, он более требовательен к техніке, потому что огонь, он размазывает, он скрашивает, ты где-то что-то неровно провел, огонек все это так смазал, а реквізит, который световой, он очень требовательный к рисунку і гораздо больше труда уходит на отработку именно чистоты рисунка. Дарыши толькі сценічними выступлениями, другий гомельский міжнародний фестиваль святла не обмежавався. У яго рамках пройшли яшы мастер-классы по актерскім майстерстві. Мяжы удоскональвання у гэтым віде мастацтва не бывая. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадокампанія «Гомель». Гомельчанин у Ладзіславу Кастючэнка вышел у наступный раунд шоу «Хвіліна славы» на адным з російських телеканалау. 23-х годовый хлопец займаецца футбольным фристайлом. Менавіта труками с футбольным мячом йон спрабываў здзівіць журы конкурсу. І ў яго отрымалася. І хоч меркаванні експертаў на пачатку падзялиліся, у Ладзіславу Кастючэнка ўсё ж такі трапіў у наступный этап. У «Гомелі» прайшоў першы рэгіональны турнір па робототехніцы. Прычым йон не обмежаваўся выставай досягнэняў ў юных вынаходнікаў, а был означаны высокой конкуренціей. Прамога на рахунку робота, які з долўю наўбольше фіктывна выштурхнуць робота-суперніка за межы чорной ліній рынга. Дзейничать ў знішнім асяродзе разумным машинам допамагаюць розныя дачыкі, колеру або дотыку. Кэда дзіці могут запраграміроваць, што бы моторы ехали в определённой паследніці, либо поднимали какой-то объект и останалися в определённый момент при помощі реакціў на сенсор, это уже называўся робототехніка. Робототехніка меркує инженерны навыки зборки и програмування. Починаюце всё са звичайного конструктора, який у многих ёсь дому. Деўгоды даються руховік и сенсорный датчик. І отримлюваецца саправдна разумна машина. Вначале я выполнял програму на комп'ютере, потом мы ёё записали на робота, и этот робот ёё выполнял, как бы по програмі записано. Он може ёздить, сталкивать, но вообще он должен строгнуть своего противника. Перамогу святкавали гамельчаням. У старейшой уздростовой категории больше за всіх роботов-противнікаў выштурхнула машина Андрея Малаева з 51-й гімназії. У молодшій групі пераможцам стал Ихар Шмхалёв, навучэнец гімназії номер 56. Усе удзельнікі былі узнагороджаны сувінірами, а фіналісты – каштонными прызами. Катерина Сапельнікова, Валерий Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Зима поступова здае свае позіции. На гэтым тыдні урагіон прыдзе адліга. У наступныя суткі назначны часы тэрыторы пройдуць невялікія кароткачасовая падкі. Мокры снех, днём з дажджом. Чыкаюцца слабы туман і галалёд. На особных участках дарог захаваецца галалёдзіца. Температура паветра ў начыскладзе 3,8 градусаў ніжэй за нуль, ў дзень ад мінус 2 да плюс 2 градусаў. Дарэчы, ў остатнія дні гэтагатыдня дзённая температура будзе вышэйшэй за нуль. На выходных чыкаецца да 4 градусаў цепла. Гэтэ, а так сама іншэя навіны вы можцэ знайсті на нашым сайці ў інтернэці. Па адрэсі www.tv.by. І на гэтым выпуск завершэн. У студы працывала Наталі Гнатэнка. Усяго вам добрага і да новых сустрэчу эфіры.